Здравствуйте! В эфире программа «Будь здоров!» В студии Владимир Малинин, и мы начинаем. Мы много рассказывали вам о деятельности регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества». С его появлением в Ульяновской области начали продуктивно решаться проблемы всех тех, кто побывал в зоне спецоперации, а также членов их семей. За время работы фонда было эффективно рассмотрено несколько тысяч вопросов. Самые актуальные связаны с получением статуса ветерана СВО и всей соответствующей документации и атрибутики. А вот вопрос за номером два – это медицинская реабилитация. Большинству из тех, кто вернулся оттуда, она крайне необходима. И спешу сообщить радостную новость. Теперь комплексное восстановление возможно здесь, в Ульяновске, в недавно открывшемся социально-реабилитационном центре имени Чичкалова. Мы побывали там сами и все увидели. Это метки СВО. В горячей зоне Павел Киядкин находился 4 месяца, как штатный контрактник. Получил серьезное ранение обеих конечностей. Долго лечился в госпиталях, а пару недель назад пригласили в новый социально-реабилитационный центр имени Чичкалова. Откликнулся с радостью. У меня 8 процедур. Это все для ног. Получается биоптрон. Светит он суставы. В данный момент сейчас нахожусь в механотерапическом кабинете на аппарате Артрамот для увеличения амплитуды. После иглоукалывания идет для стимуляции нервов, для окончания нервов. После массаж. Вот массажируют тоже ноги. Потом обед, соответственно. После обеда ЛФК, лечебно-физическая культура, где я занимаюсь. Уже сначала физически даю нагрузку для ног. Потом электрофорез. Заметно с первых дней то, что как бы идет на пользу. Выражаю огромную благодарность всем специалистам, которые работают в этом центре, за их труд. А это Валерий Улюшев, ветеран СВО, человек, который отправился туда. Добровольцы, добровольцы. Мне тогда было 59 с половиной лет, когда объявил Владимир Владимирович Путин. Ну, попросил нас защитить Родину. За красной ленточкой был водителем, видел всякое. Себя без всякой иронии называет счастливчиком. Уцелел. Хотя, конечно, задело. Морально и физически. Вот здесь вот. В районе чашки. В Симферополе лежала. В Симферополе госпитал. Потом в Артенеке, в Крыму было 20 дней. Там лечили. Ну, в опухе и было. Теперь реабилитирует дома в Ульяновске. Фортуна вновь улыбнулась герою. Валерий, так же, как и Павел, попал в первый пациентский заезд нового социально-реабилитационного центра имени Чучкалова. То есть она немножко разгрузила вес. И мы начинаем ходить. Я включу медленно. Вместе с Валерием в центре уже сейчас восстанавливается 40 человек. Их приняли чуть раньше официального открытия. Так что комплексная реабилитация идет полным ходом. Для кого-то это круглосуточное пребывание, для других – возможности дневного стационара. Максимальное количество – шесть десятков разнопрофильных больных с акцентом на заболевания органов кровообращения и нервной системы. А также опорно-двигательного аппарата. Помимо участников и ветеранов СВО, другая категория пациентов. Виктор, к примеру, после тяжелейшей травмы. Данный аппарат называется Корвид. Это имитатор опорной нагрузки. Используется для пациентов, у которых нет постурального контроля, проблемы с состоянием. То есть идет механическая стимуляция прополюрецепторов на стопе. За счет этого повышается чувствительность. В дальнейшем пациенту легче будет встать, прочувствовать. У него травма, он не чувствует конечности. Сейчас они потихоньку возвращаются. Встреча с репутацией. Мы рады. Благодарны. Спасибо большое. Все сотрудники прошли специализированное обучение в Казани, так что со знанием дела знакомят с процедурами. Их множество. В этой комнате – камера, восполняющая дефицит кислорода. Улучшается память, улучшается сон, снижается тревожное расстройство. Одна процедура занимает 15-20 минут. По соседству процедура – космическая, сухая, иммерсионная ванна. Аналогов в нашем регионе нет. Методика новая, направленная на полную релаксацию и устранение последствий стрессов. Главное условие – спокойно лежать. Пациенты очень позитивно относятся. Уже те, которые проходили процедуры, очень довольны. И говорят по их отзывам, что они попали в семью. А самое главное – те процедуры, которые они проходили, дали положительный эффект. Только на оборудование у нас было затрачено. В 2023 году 115 миллионов рублей на строительство ушло. Точнее, на капитальный ремонт, на реконструкцию ушло около 200 миллионов рублей. По итогу это дорогостоящий проект высочайшей социальной значимости. Естественно, на официальное открытие пожаловали серьезные гости. Еще есть какие-то пожелания оборудования на данном этапе? Все, что нужно, есть. Главное, чтобы пациенту нравится. Есть динамика. Ощущает улучшение, да? Да, да. Ощущаете? Главное – работать. Не лениться, правильно? У нас активные очень. Нет, не лениться. Хорошо, ладно, занимайтесь эффектом. Спасибо. Кстати, для позитивного эмоционального фона здесь вечерами играют в бильярд. Проводят творческие мастер-классы. Дырокол. И потом вот так делаешь. С первого года это делали. Солнце у вас получилось такое. Тут разные цвета может. Ну, после выписки вернетесь, повесите в комнате, внуков научите. Жене, я подарю 8 марта. Правильно. О желании реабилитироваться в центре следует заявить в отделениях соцзащиты по месту жительства. Также набирайте номер 8 800 350 46 46. Внимание! Стартовал всероссийский конкурс врачей. Участники выдвигаются лично, либо их кандидатуры могут предлагать лечебные учреждения. Также в отдельной номинации участвуют фарнацистические работники. Итак, до 1 апреля на уровне больниц и поликлиник рассматриваются выдвиженцы. Собирается вся необходимая документация. До 30 апреля формируются конкурсные комиссии. Уже с 1 мая работает центральная комиссия. Ну, а все победители получат денежные призы. Дерзайте, коллеги! Я желаю вам удачи. Ну, а в рубрике «Профи» хочу познакомить вас с доктором, который стал победителем престижного конкурса, проводимого известным нам сайтом «Про докторов». Очень много хороших воспоминаний, но вот когда случается эта жуть, почему-то мы именно о плохом думаем. То есть, очень много хорошего. То есть, ничего такого не произошло. У тебя родители живы там, ты уже более-менее как бы лечилась, ну, как бы и так далее. Мы же занимаемся лечением психики. Да. Мы понимаем, что психика работает не совсем так, как нам бы хотелось. И мозг сейчас настроен недостаточно на то, чтобы вам создавать положительное состояние. Ну, вот это и собственное. То есть, у вас получается сваливание в негатив периодическое. А нам нужно, чтобы... Ну, здесь мы с помощью лекарств пытаемся это создать. И так мы и сделаем. Мы берем идеально. Четверть века Сергей Анфимов практикует как врач-психиатр, психотерапевт, нарколог. Но, по сути, доктор-универсал, который искренне убежден, любое заболевание, независимо от профиля, так или иначе связано с психикой пациента. Поэтому при первичном обращении просят результаты всех имеющихся исследований. Это нужно для того, чтобы вникнуть, разобраться, помочь. Благо, действует в более широких рамках частной медицинской практики. В государственном учреждении мы обязаны выполнять стандарты. Мы обязаны работать строго по определенному алгоритму. В принципе, и в частной тоже. Но в частной все-таки больше у нас свободы для искусства. И больше возможностей. Потому что мы в государственном учреждении не можем назначить какие-то дополнительные обследования. Мы можем только назначить консультацию каких-то специалистов. Но они тоже работают в рамках узких, так скажем, стандартов, которые они должны выполнить. Но здесь нас это ничего не ограничивает в частной практике. То есть мы можем назначить и инструментальные, и лабораторные исследования. Мы можем применить методики, которые сами разработали. И все направлено только на то, чтобы достичь цели. Ту задачу, которую ставит пациент. Он пришел, мне говорит, тот, и тот, и тот. Я хочу тот, и тот. Или он не знает, что он хочет. Но мы ему спрашиваем и выясняем, что он хочет конкретно. И тогда все направлено на это. Чтобы человек был здоровым, счастливым, довольным, комфортным. Чтобы у него в жизни все наладилось. Сергей Анатольевич рассуждает со знанием дела. Свой путь, естественно, начинал в государственном лечебном учреждении. Какое-то время колебался с выбором специальности. Я тогда думал идти по хирургии. Хирургия и урология меня интересовали. Но в какой-то момент Светлана Михайловна Команцева, она главная уролог, она мне говорит, ну, нежелательно тебе идти по урологии, по хирургии, потому что будешь стоять весь день на рабочем месте. И это нежелательно для твоего состояния здоровья. Но меня тогда обследовало, когда я дежурил в урологии. И говорит, тебе нежелательно. Ну, я решил поспорить. Встречаю коллегу моей мамы. Мама у меня, она всю жизнь проработала психиатром. И он говорит, а это был Дудкин Владимир Евгеньевич. Он на тот момент был заместителем главного врача наркобольницы. Мы просто на улице встретились. Он говорит, ну, кем будешь работать? Я говорю, я буду работать хирургом или урологом. В итоге, прислушавшись к доводам опытного коллеги, выбрал наркологию. Пробовал себя в психиатрии. С 2007 года, что называется, на вольных хлебах. А весь полученный разнообразный опыт только на пользу, только в копилочку. И вот оно подтверждение. По версии уважаемого сайта про докторов, Сергей Анфимов – лучший врач-нарколог 2023. В масштабах страны. Пациентов могут быть тысячи, а отзывов может быть 20. Вот примерно такое соотношение. Очень мало. Мало кто пишет. Хотя благодарны очень много. Они звонят, говорят, у меня все хорошо, спасибо большое, доктор, вы меня спасли. Или родственники звонят. Если бы не вы, то все, у нас бы тут это. Мы бы там потеряли своего папу или там еще что-то. Но пишут мало. И это ценно, когда кто-то пишет вообще. Второе. Мне очень нравится, когда пишут отзывы, когда развернуты. Для того, чтобы те люди, которые ищут врача, они читают отзывы на самом деле. И они хотят найти такие случаи, что доктор вылечил такой же, как у этого человека. И когда пациенты пишут развернутый отзыв, то получается, больше людей на это реагирует так действительно, что вот он, оказывается, помогут. У меня то же самое, я пойду к этому доктору. Я всем и пишу, например, в ответе на отзыв, там можно написать ответ, что спасибо вам за ваш отзыв. И пишите, пожалуйста, еще более развернуто, чтобы было интересно и понятно и полезно. И самое главное для других, вы как бы дверь приоткрываете, придерживаете, что вот здесь доктор помогает от этой заболевания, и можно прийти, и все получится. Помимо непосредственной терапии Сергей Анатольевич пробует себя в качестве медицинского логиста. Что это значит на практике? По просьбе пациента, исходя из проблем и особенностей, анализирует ситуацию и составляет логистическую карту. К какому специалисту и в какую клинику доверившемуся человеку лучше обратиться? Не только в Ульяновске, по всей России. И сам удивляюсь, что он сам учится еще, сам совершенствуется и другие специальности приобретает. Не просто перенаправляет, а сначала сам свое мнение может тоже высказать, и когда уже посоветовавшись, можем выработать, а кому лучше обратиться. То есть я получаю с ним, работая с ним, сам определенное удовольствие, счастье. Он очень такой комникабельный, приветливый, как настоящий доктор, что называется. С ним можно поговорить и о болезнях, и о детях, о политике, о бизнесе и так далее. То есть всесторонне в этом плане человека развита, и с ним очень приятно общаться. Когда у врача такой интенсив, понятно, нужна отдушина. Для Сергея Анфимова это спорт. Боксом увлекается давно и основательно. Таким образом пополняются ресурсы. Есть силы, чтобы уверенно произносить. Мы продолжим психотерапию. И, конечно, тогда давайте через месяц повтор. Но мы справимся. Все равно это дело решено. Хочу познакомить вас сегодня с самым безопасным для детей по версии одного из уважаемых журналов видами спорта. Итак, это плавание. Нагрузка на суставы в воде гораздо меньше, а при соблюдении техники безопасности риски минимальны. Также это теннис, бадминтон и пинг-понг. Еще спортивная ходьба или же беговые лыжи. Уважаемые родители, прежде чем отдать ребенка в какую-либо секцию, обязательно проверьте состояние его здоровья. Обратитесь, например, в физкультурный диспансер. Так комфортнее и спокойнее. Нормально, все хорошо, классно. Достаточно вообще хекарное просто для катания. Все, вам повыше будет? Да, но на завтра времени мало свободного. Мы знаем, что в детстве, мальчишки, вы занимались лыжным спортом. А как так получилось, стали директором школы биатлона? Ну, я в детстве начинал с лыжных гонок, как на сегодняшний день многие прославленные биатлонисты, все начинают с лыжных гонок. Это основа основ. Потому как стрельба приходит где-то, начинается с 13-14 лет, нужно заложить базовую подготовку, а базовая подготовка является лыжные гонки. В дальнейшем потом, когда у нас появились результаты, нас передали в другую группу, в группу биатлонистов. И оттуда с того времени, с 13 лет, я начал заниматься биатлоном, и пришел к директорству школы по биатлону. Ну, не могу не спросить, а что же вас привело на горнолыжную трассу? Ну, дело в том, что у нас школа Олимпийского резерва по биатлону, в которой находится отделение не только биатлона, а находится отделение лыжных гонок, горнолыжного спорта и сноуборда. Дело в том, что это все зимние виды спорта, которые должны, как я считаю, как директор, должны находиться в одной школе. Лыжи, биатлон, горные лыжи, сноутборд. А от занятий каким видом спорта вы получаете самое большое удовольствие? Дело в том, что я люблю заниматься многими видами спорта, не только лыжами, биатлонами, горными лыжами. Я хожу и в бассейн плаваю, захожу и в зал атлетический. Так что я считаю, что все виды в нашей стране прекрасны, хороши, и дети, и взрослые должны заниматься, возможно, всем, к чему лежит душа. Сейчас родители так рьяно взялись за оздоровление своих детей, что на лыжи готовы ставить уже с трехлетнего возраста. Как считаете, не рано? Я считаю, что для лыж не рано. Все зависит от ребенка, от его функциональных данных. А вообще, на сегодняшний день спорт становится молодым. Нужно просто правильно выбирать. Нужно выбирать правильного тренера, чтобы он посоветовал, чем именно заниматься. С моей точки зрения, в первую очередь, нужно начать заниматься, скорее всего, спортивной гимнастикой и бассейном. А потом приходить зимой на лыжи. Ну, во-первых, на лыжи стоит обязательно приходить. На горные или на простые, потому что это закаливание в первую очередь. Ну, а ваши-то личные детишки каким видом спорта занимаются? И, кстати, с какого возраста? Мои личные дети практически все начали заниматься с 4-5 лет. Скажем так, не то что спортом, а физкультурой. Старший сын занимался сначала плаванием, потом ушел в горные лыжи. Старшая дочь сразу начала заниматься горными лыжами. На сегодняшний день я работаю тренером в детской спортивной школе по горнолыжному спорту. Средняя дочь у меня занимается морским многоборьем, ходит на танцы. Ну, а младшая занимается биатлоном. Среди воспитанников вашей школы наверняка есть талантливые ребята. Можете назвать фамилию тех, кто повторит подвиг? Или Владимира Александрова, а может, Назима Мухитова? Да, у нас есть на сегодняшний день, я, наверное, скажу о тех, на кого мы самые большие надежды возлагаем. У нас три человека на сегодняшний день члена сборной России. Это Панкратов Михаил, который входит в юниорскую сборную страны. Это Батманова Анна и Катеринбузова Дарья, которые выходят в сборную страны юношескую по биатлону. На них мы возлагаем очень большие надежды. На сегодня это все. Будьте с нами на связи. Если интересует какая-то тема, расскажите об этом по телефону редакции 304073. Заглядывайте на наш сайт, а также во все аккаунты наших соцсетей www.reporter73.tv Всего вам доброго. Увидимся через неделю. Уже представьте в весеннем выпуске программы «Будь здоров». Здоровья, оптимизма, тепла. Всегда ваш доктор Малинин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин